Одним из самых универсальных продуктов является пищевая сода. Она используется в кулинарии и в быту для чистки одежды и обуви. Она помогает в борьбе с инфекциями и болезнями растений. Она устраняет вредителей, улучшает структуру грунта и улучшает урожайность. Для себя я нашел очень много способов применения соды и расскажу про них в этом видео. Первый способ. Сода отлично помогает против мучнистой росы. Так как заболевание распространяется очень быстро, надо действовать оперативно и приготовить содовый раствор. Растворяю в 5 литрах воды 2 ложки соды и немного стружки дегтярного мыла, чтобы смесь дольше оставалась на листьях растений. Обрабатываю все овощи из пульверизатора перед цветением, а потом еще 2 раза опрыскиваю с недельными перерывами. Второй способ. Сода помогает мне восстановить бутоны роз. Для этого я беру 5 литров воды, чайную ложку соли эпсома и ложку пищевой соды. Затем добавляю половину чайной ложки нашатырного спирта и опрыскиваю розы таким раствором. Куст быстро формирует новые побеги и продолжает меня радовать. Третий способ. Сода помогает мне держать плитку во дворе чистой и бороться с сорняками. На 1 литр воды нужно добавить 2-4 ложки пищевой соды, после чего залить такой раствор во все щели. Через месяц нужно повторить процедуру еще разок. Чтобы усилить эффект, можно сделать еще более концентрированный раствор и между плиток трава больше не будет пробиваться. Четвертый способ. Сода спасает мою капусту от гусениц. Я в равных долях смешиваю муку с пищевой содой, припудриваю листья растений, просыпаю грунт под капустой и никаких гусениц не вижу целый год. Пятый способ. Удобрения для помидор. В фазе развития плодов, чтобы сделать их сладкими и упругими, можно опрыскать растения пищевой содой. Необходимо на литровую банку воды всыпать чайную ложку пищевой соды и опрыскать таким раствором кусты томата по листу. Можно сделать раствор для полива, но в этом случае концентрация нужна больше. На литр воды 7 чайных ложек соды. Шестой способ. Сода незаменимый соратник в борьбе с тлей. На пол-литра воды необходимо взять 15 граммов соды, тщательно перемешать и опрыскать все места, где была замечена тля. Буквально за 1-2 часа тля покинет ваше растение и вряд ли захочет снова возвращаться к вам на участок. Седьмой способ. Заключительный способ – это устранение неприятного запаха в компостнике. Органические остатки в процессе разложения выделяют просто фантастический смрад, который разносится на сотни метров вокруг. Но если присыпать компостную кучу содой, между слоями перегнивающих материалов запах исчезнет и куча будет совершенно безобидной. Субтитры создавал DimaTorzok